На юге России царит аномальная жара. В Карачаево-Черкесии столбик термометра поднимается до 36 градусов и выше. Лучшее спасение от зноя водоемы, но во всех ли можно купаться? Жители Черкеска обеспокоены состоянием пруда в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». На многочисленные жалобы граждан ответили представители Роспотребнадзора, Народный фронт и администрация парка. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Парк «Зеленый остров» – излюбленное место жителей Черкеска. Во время прогулок около протока они наблюдают не самую лучшую картину. Вонь, мусор и всплывающие трупы рыб. Что случилось и как с этим бороться? Невооруженным взглядом можно увидеть все прелести изумрудной загрязненной воды. Был ужас вообще с той стороны. Заили на какие-то массы плавали, там непонятно. С целью разобраться на Родный фронт представители Роспотребнадзора, администрация парка собрались, чтобы обсудить несанитарное состояние пруда и протока на Зеленом острове. Местные жители бьют тревогу. Вопрос, который нас всех волнует, потому что в том числе это и здоровье наших граждан. То есть мы должны не просто там за санитарным качеством следить воды и водоемов, но учитывая, что в этих водоемах в том числе и рыбу ловят на Старом пруду, в том числе на Большом там все-таки есть и пляжная зона, и так или иначе официально это пляж или неофициально там люди и дети купаются, то естественно качество воды нас сильно беспокоит. Забор воды в протоке не производится, потому что к зоне рекреации она не относится, и нормы, с которой можно сравнить показатели, нет. Его нужно чистить, чтобы поддерживать эстетический вид, отмечают представители Роспотребнадзора. По поводу этой протоки, хочу сказать, что ее просто нужно регулярно очищать от иловых залежей, которые накапливаются на дне, потому что здесь водятся утки, уток кормят, здесь богатая органика. Понятно, что это все оседает на дно, и поэтому периодически нужно просто здесь проводить чистку, перекрывать его и снимать иловые осаждения, тогда здесь будет достаточно чистая вода и не будет запаха. В нашей республике семь зон рекреации. Большой пруд на Зеленом острове включен в этот список, но можно ли в нем безопасно охладиться в жару – вопрос. Из водоема еженедельно берутся пробы на соответствие нормам мест, установленных для купания, и результат не обнадеживающий. Исследовано 19 проб, и 37% из них не соответствуют требованиям по показателю ОКБ, общей колебактерии. 32% проб не соответствуют по кишечной палочке и по энтерококам. Начиная с прошлого года, жители жаловались на сыпь после нахождения в воде и плохое самочувствие. Вызывают этого заболевания плавающие личинки, червей из рода дематод. Это паразит, который паразитируют на утках, которые в последние годы переселились вот с этой протоки и облюбовали большой пруд. Люди их привечают, подкармливают, утки там чувствуют себя вольготно. И вот те паразитические заболевания, которые они переносят, к сожалению, теперь докучают и людям. Пляжи Зеленого острова оборудованы и пригодны для нахождения там. И вот состояние воды не соответствуют нормам. И разрешение от Роспотребнадзора на открытие купального сезона администрация парка так и не получила. На протяжении последних многих лет были попытки получить это санэпидзаключение, но они не увенчались успехом, потому что единственный пункт, который никак не могут выполнить, это соответствие качества воды в пруду требованиям нормативов. Они не соответствуют. Вода в пруду грязная, не соответствует санитарным нормам. Горожане продолжают купаться на свой страх и риск. Мало того, в пруду плескаются и маленькие дети, которые наиболее восприимчивы. Таблички с указателями «купаться запрещено» отсутствуют. Все недочеты обещают исправить. С нашей стороны, которые были замечания, мы постараемся устранить все, что касается нашей компетенции. По остальным вопросам будем дорабатывать и будем добиваться устранения всех наших ошибок. Дарья Тендит, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия.